Привет, друг, с тобой Ваголюк. Недавно я опубликовал на вкладке из сообщества YouTube новость о запуске новой рубрики, где просил желающих людей попасть на разбор, прислать мне два файла, а именно хайполи и луполи какого-либо объекта. На протяжении всего видео я буду смотреть модельки и давать им фидбэк. Покажу частые ошибки в геометрии, развертке и прочим деталям. Попрошу тебя поставить лайк, подписаться и написать комментарий. Если будет много актива, то я продолжу данную рубрику. А сейчас приятного просмотра. Итак, первая работа, с которой начинается эта рубрика, это ножик. Мне сквинул человек луполи и хайполи. Я сейчас открыл луполи и уже заметил то, что тут какие-то неправильные скейлы. Ну, у меня сцена стоит в метрах, давай я переведу на сантиметры и здесь увеличу скейл на 0.01, то есть на сантиметре. И теперь уже ножик смотрится не таким уж и маленьким. Давай теперь для сравнения, вообще, чтобы понять, насколько человек попал в пропорции, да, по размерам, я сюда заимпортирую модель человека и посмотрим, совпадает ли или нет. Итак, вот модель человечка. Давай сейчас его как-нибудь пододвину, вот так рядом с рукой. Как видим, ножик чересчур маленький, то есть первый косяк в том, что ножик у нас маловат по размерам с отчеловека. Этот манекен ростом 180 сантиметров, да, и, ну, так сказать, эталон, да, вообще. Когда мы делаем какую-то модельку, мы должны всегда прикидывать, как она будет по размерам соотноситься к жмому человеку. Например, вот если мы играем от первого лица, у нас будет вот такой вот вид, да, и этот ножик будет казаться каким-то крохотным, там, игрушечным, детским, да, поэтому это не дело, там, от третьего лица, если мы будем играть, то это вообще не похоже будет на ножик какая-то палка, да, обрубок какой-то палочки. Ну, теперь давай к самому главному. Скейл это еще можно как-то подправить, там, все это вот так вот бах, ну, там особо учить и нечего, да. Самое главное это развертка и геометрия. Значит, давай сейчас посмотрим на геометрию. Я включу отображение сеточки, ее можно включить здесь. Переходим в Overlays, вот, Wireframe, можем менять ее видимость. Давай взглянем на эту сетку. Какие косяки мне сразу же попадаются? Я включу сюда аннотацию. Значит, смотри, здесь слишком много полигонов. Давай сначала разберемся с источником проблемы, да, почему тут много полигонов, мне так кажется. Потому что здесь достаточно много детализации на вот этих вот отверстий, вот эти вот дырочки. Тут они слишком сильно детализированы. Почему? Потому что если мы посмотрим на эту рукоять, увидим, что она состоит просто из такого плоского, да, по ICY меша, да. Вот такая вот рукоятка. И тут сверху штука, чтобы там рука не цеплялась, чтобы нормально держать ножик в руке. Значит, здесь у нас вообще ноль фасок по бокам, вот такой вот 90 градусов переход. Поэтому, соответственно, с вот такой вот моделькой нужно создавать более мелкие детали, еще с меньшей детализацией. Ну и здесь автор данной работы решил поступить иначе. Он сделал, наоборот, маленькие детали более детализированными, чем большую. Поэтому это тоже является ошибкой. То есть, что в таком случае нужно сделать? Либо поднять детализацию на рукоятке вот этой, либо убрать детализацию здесь, на вот этих вот отверстиях. Это первое. Второе. Приблизившись к этим отверстиям, что тут я заметил? Это какой-то саппорт edge непонятный. Он идет. Если я его уберу, будет гораздо лучше сюда сосмотреться. Но все-таки вот эти вот точечки тоже, они какую-то свою роль непонятную играют. Их тоже нужно убрать. На лоу-поле вообще нам не нужно делать каких-то саппортов. Разве что только для запечки, и то после запечки эти саппорта убираются. Они тут никак не нужны. Здесь же человек мало того, что сделал больше детализации на мелких деталях, так он еще добавил edge. Запомните. Так делать нельзя. То есть, это большая ошибка на лоу-поле. Эта геометрия вообще никак не сыграет. Важное правило, которое нужно запомнить, это то, что на лоу-поле мы должны как можно меньше использовать геометрии. Убирать эти саппорта, которые вообще не должны присутствовать на низкополигональной модельке. Еще что я заметил, так это вот эти вот два edge, которые вообще никак не влияют на форму. Я их сейчас уберу. Форма поменяется. Да, ну тут какая-то точка вот эта. Да, она может быть какую-то роль играет. Но блин, давай я сейчас подальше отъеду. Я даже не знаю, где эта точка тут находится. Итак, с аппортами понятно, с уровнем детализации тоже понятно. Давай сейчас я для того, чтобы упростить задачу, эту модельку из треангулированной переведу в нетреангулированную. То есть я нажимаю для треангуляции это Ctrl-T, а для того, чтобы сделать наоборот анти-треангуляцию, да, просто 300 квадс, мы нажимаем Alt-J. Alt-J. И здесь в настройках мы выставляем вот эти вот значения на 180, то есть на самые максимальные. И можем посмотреть, что везде, где возможно, ну только главное не переборщить, да, чтобы наша форма никак не пропала. Где возможно, у нас блендер поубирал треугольники и они у нас превратились в квадратики. Это поможет мне смотреть и оценивать модельку. Теперь я поговорю про личную геометрию. Значит смотри, на всех плоскостях не должно быть вообще никакой детализации. Здесь я вижу два Эджа. Если я их убираю, моделька никак не меняет вообще свои формы. Она становится чище всего лишь на один полигон. Ну или же на один квад, или же на два Триса. Это довольно сильная оптимизация. Если я так прооптимизирую абсолютно весь ножик, он наверное в два раза сбросит свой вес. Это все дело нужно оптимизировать. Вот например я сейчас возьму, вот эти точки я сюда уберу. И здесь я хочу выровнять. Тут не совсем ровное отверстие, да. Я хочу здесь выровнять вот эти все моменты. Я выделяю Эджи, которые мне нужны. И теперь я кликаю правой кнопкой мыши, Loop Tools и делаю Relax. Таким образом у меня вот эти вот полигоны, которые я выбрал, они стали у меня более круглыми. Теперь если мы так посмотрим, вместо вот такой вот формы, да, которая идет такая рубленая, у меня такая чистенькая, мягенькая форма, которая перетекает. Итак, я сейчас выделил через один вот эти вот ребра. И просто их удаляю через Dissolve Edges. Давай с этой стороны тоже в эти точки удаляю лишние, которые вообще мне тут не нужны. Я думаю, что можно даже поубирать вот эту фасочку. Она вообще тут никакой роли не играет. Я включу привязку по точкам, привяжу вот так вот эту фасочку, эти два удалю просто. И здесь, смотри, вот эти точечки замерзжу вот сюда. Auto Smooth включаю. И для того, чтобы нормально у меня отображалась геометрия, я Player Smooth делаю. И сейчас, если мы посмотрим, я убрал эту геометрию, тут стала геометрия меньше, чем на всех остальных этих дырочках. Но этого отсюда вот даже незаметно. И такое нужно сделать с каждым из вот этих вот отверстий. Это очень сильно прооптимизирует нашу лоу-поле, и мы сможем получить хороший результат. Ну, здесь, конечно, нужно эти точки лишние пособирать, да, их повзорять. И сюда вертексы вот эти вот ненужные, которые просто наиджак у нас телепаются. И получаем вот такую дырку. Теперь можно, опять же-таки, сделать ей релакс. То же самое, повторить с этой стороны. Тоже делаем луптул, релакс. И даже чутка вот так вот пододвинуть, там, я не знаю, поскерить. Что еще, скажу, хочу сказать по этому лезвию. Ну, в принципе, норм. Вот тут из-за того, что мне скинули треангулированную лоу-поле, нужно было еще сказать, что треангулированную скидывать не надо, потому что мне неудобно будет не работать. Довольно сложно что-то сказать насчет вот этих вот всех деталей. Давай я еще уберу отсюда шарпы. Еще заметил, что вот тут идет саппортедж, да, который был на хай-поле. Сейчас его нужно просто удалить отсюда. У меня тут еще ингончик. Нужно с ним что-то порешать. Вот этот сюда, этот сюда, этот тоже сюда. Вот эти детальки. Тоже объединим. Нажимаем «Триангуляцию», и все. И вот такая вот. Теперь давай посмотрим, насколько сильно прооптимизировали. Вот сколько у нас тут этих треугольников, и сколько у нас здесь треугольников. То есть моделька стала гораздо чище. Так, ну, давай теперь посмотрим, что насчет этой рукояти. Что тут, я тоже заметил. Видишь, тут такая плоскость идет. У меня есть здесь два ЭДЖА, один-два. И они, видно, что они не влияют вообще никак на форму. Я их просто отсюда удаляю. А эти точки, мерзжик вот этой вот, которая уже влияет на саму форму. Что я этим сделал? Этим я сделал вот что. Значит, я убрал лишнюю геометрию, которая не влияет на форму, но при этом, ну, в этом месте. А в этом месте, где она влияет на форму, я ее оставил. При этом у меня сократилось количество полигонов, и моделька стала чище. Что еще хочу сказать? То, что здесь тоже, видишь, тут какая-то не совсем круглая форма. Вот надо было сделать приблизительно что-то типа такого, чтобы она у меня... Ну, не у меня, а у человека, да. Чтобы она казалась более круглой, что ли. Чтобы здесь ЭДЖИ имели одинаковое расстояние между собой. Вот что-то типа такого поразбрасывать. И вот эти вот все ребята, которые не влияют на форму, их нужно всегда убирать. Таким образом у тебя моделька станет чище. Теперь давай, самая сложная форма, это вот эта вот рукоятка. Ну, по ней я скажу, что вопросов у меня очень мало. Особенно на вот эту вот форму. Здесь все довольно нормально сделано, да. Тут, ну, что тут можно сделать? Тут можно разве что вот так вот через один повыделять вот эти вот все ЭДЖИ и поколапсить их сюда. Что я сделал? Я просто поубирал сколько-то там, 8 точек, да. Но при этом оно на лоу-поле будет нормально выглядеть. И все. Ну, оно будет просто нормально выглядеть. Так же, как и выглядело без этого коллапса. Запечется нормально. Но я уже сократил количество точек. Вот это вот мне не понравилось, да. Почему? Потому что это саппорт ЭДЖ. Саппорт ЭДЖ на таких деталях вообще никак не нужен. Здесь надо максимально все это упрощать. Ну, я понял, что человек скинул сабди-реди модель. Но я открыл вот одно лоу-поле, и на ней видно, что вот тут эти ЭДЖИ не убраны. То есть, это значит не лоу-поле, а это просто сабди-реди модель. Ну, вот эта фасочка пусть остается. Хотя, ну, да, окей, можно. Но что я хочу сказать, что здесь тоже можно так же, как с верхушкой. И вот эти штуки все через одну поубирать. Потому что это очень маленький объект. Ну, портелся, это все вручную выдели, потому что здесь четырехугольник, тут треугольник. Ну, такая грязноватая, грязноватая, конечно, да. Моделька, ну, ничего страшного. Это все приходит с опытом. Так, ну, смотри. То есть, я поубирал через одну. Моделька будет, например, вот так вот в руке держаться. Никто там ничего не поймет, не заметит. И что насчет вот этой вот фаски? Вот она... Давай я даже так вот сделаю. По-прикольному, чтобы она все выглядела. Edge Angle. Да, здесь у меня показывают 31 угол, да, 31 градус. Ну, да, вот где-то 31 градус. На 31 градус делать фаску не совсем целесообразно на таких мелких формах. То есть, если бы у тебя фаска была бы вот такая, смотри. Вот это уже другое дело. Она больше, жирнее фасочка. И тут понятно, что форма должна быть вот такой. Но когда у тебя маленькая фасочка, вот делать дополнительную геометрию здесь тоже не совсем целесообразно. Последний штрих, да, который я хочу сказать. Ну, даже не последний, а предпоследний, да. Что касательно лоу-поли вот этого ножика. Здесь, опять же таки, видно, что идет геометрия, да, вот такой вот луп, который не влияет на форму. Он вообще, если я его убираю, никак форма от этого не меняется. То есть, что нужно с этим сделать? Опять же таки убрать. А вот этих ребят наверх поколапсить, чтобы получилось, ну, чтобы не было ингона. Да, ну, то же самое сделать с вот этими точками. Тоже их убрать, а вот это все дело удалить. На такую малюсенькую модельку я бы, наверное, не делал здесь такой дырки. Во-первых, потому что кейдж зайдет сам в себя. А ты когда будешь его расширять, да, чтобы в хай-поле как-то зацепилось, у тебя кейдж будет друг другу касаться, сам в себя заходить, и тут полюбаться какой-то артефакт и выскочит, что тут черный там будет. От такого нужно избавляться. То есть, что я рекомендую? Просто отсюда удалить вот эти вот фейсы, которые никак не решают, да. И вот это вот все дело вот так вот свести сюда, включить здесь вот так вот, бахнуть, набросить. Тут вот такую вот штуку. Тут у нас выходит, ага, ну, я тут забыл это сделать. Вот, и теперь вот это вот все дело. Которое внутри, его просто удалим. Таким образом можно добиться более оптимизированного результата. И здесь заполнить вот это вот все дело полигонами, чтобы оно нормально все выглядело. Таким образом я избавился от вот этого, от вот этой дырки, которая будет вряд ли здесь чем-то полезна, и сэкономил полигоны. Ну, что насчет ножа? Я вроде бы сказал все. То есть, лоу-поле получил свой фидбэк. А, ну, нет, еще не все сказал. Здесь вот эту штуку. Я всегда говорил, что на стримах, я говорил, что здесь нужно делать такие формы, вот так вот их надо соединять. То есть, когда ты соединяешь их вот так вот, у тебя получается гораздо меньше. Ну, на два полигончика всего лишь у тебя получается сэкономить. Вот какие бы правки я внес в лоу-поле ножа. Теперь давай я его заново заэкспортирую. Да, и, ну, тут, понятное дело, тоже нужно поправить. Теперь давай я его заново заэкспортирую и посмотрим развертку, коли она имеется. Итак, я заново заимпортировал ножик для того, чтобы посмотреть на его развертку. Ну, давай перейду в канал UV Editing и сейчас гляну на его развертку. Опа-на, а тут уже интересное дело. Лучше эту развертку смотреть в Rezum. Мне так просто легче смотреть на Text или там смотреть и так далее. Что мы тут видим? Получается, тут у нас идет вот такой вот разрез. Вот так оно делится, да. Здесь идет разрезик. Все оно сводится вот сюда. Не, ну, в принципе, нормально, да. Но я бы здесь вместо того, чтобы добавлять вот такие вот два разреза, я бы это все сшил бы вот так вот. Сделал бы один разрез посередине. Для того, чтобы у меня просто было на один шел меньше. Это все выглядело экономней. Вот такая вот бабочка получилась бы. И мне не придется ничего оверлапить. Хотя, в принципе, для экономии пространства можно его разделить на две части, да. Давай сейчас его выровняю, посмотрю, как оно будет. Может быть, я реально, моя идея не совсем сюда подходит. Что бы я сделал, например, да, с этим? Так, дальше смотрим на рукоятку. Ну, с рукояткой все довольно просто. Единственное, мне нужно посмотреть, какие тут харды стоят. Тут так, так. Ага. Ну, давай глянем. Так, вот эта вот часть разрезана хорошо. Здесь забыл, да, выровнять. А, тут еще оверлап, я понял. Тогда давай сделаем так. Так, за оверлап я могу, да. Как-то так сделать, чтобы оно просто, какая-то часть была у него ровненькая. А то оно как-то лежало наискось, и тут была небольшая лесенка. Дальше. Идет у нас такая рукоятка. Она просто разрезана, она не выровнена, да. То есть, что нужно с этим сделать? Мы выделяем вот эти вот концы. Я нажимаю Constraint, да, чтобы оно по горизонтали мне его выровняло. Здесь тоже выделяю горизонтальные линии. И теперь давай выделю вертикальные. Теперь, после того, как я разворачиваю этот shell, он у меня становится таким квадратненьким. Зачем я это делаю? Для того, чтобы здесь по краям не было таких лесенок. Их не должно быть, потому что если мы будем запекать на месте этих лесенок, у нас запечется текстура тоже с лесенками. У нас нормалка будет квадратненькая, да, на этих швах. Поэтому мы должны такое избегать. Выравниваем все квадратные формы в квадратик. Также можно нажать на эту кнопочку. Оно выровняет нам еще лучше. Вот, если у нас форма состоит полностью из квадратов, да, без трисов, вместо того, чтобы выделять вот так вот каждый edge, там, выравнивать его, мы нажимаем вот на fit, там, горизонтальный, вертикальный, как угодно. И оно все абсолютно выравнивает по Y, по X. Дальше я вижу здесь такие кольца. Вот эти кольца, давай я попробую сейчас их выровнять. Ну, во-первых, я их заунвравлю для того, чтобы они у меня не вывернутые были, да. Здесь оно синее, это значит, что shell просто наизнанку вывернутый. Поэтому нажимаю U, Unwrap, да. Тут, как я уже говорил, есть личная геометрия, вот этот edge. Нужно это все поубирать. И давай сделаю разрез, ну, например, вот тут, да, C, Unwrap. И теперь я попробую его выровнять. После чего я возьму сюда текстильденсити, да, и его применю вот сюда же. У меня получается вместо колечка вот такая штука. Давай посмотрим на растяжке, да, как оно вообще тянется. Так, ну, тянется оно, конечно, сильно. Поэтому я, наверное, добавлю еще один разрез. Посмотрим. Если это не принесет никаких результатов, то, значит, можно оставлять так же и кольцо это. Хотя даже если оно смотрится не очень красиво. Так, вот. Ну, значит, вариант с вот этой всей штукой. Ну, мне нужно было попробовать это сделать, потому что по умолчанию, да, теория. Нужно такие детальки выворачивать прямоугольник. Ну, видим, в данном случае это сделать неуместно. Поэтому, да, окей. Единственное, вот, чтобы я поправил, это просто вот это колечко вывернул бы, да, наружу, чтобы оно нормально отображалось с таким сереньким или синим. Здесь, ага, оно порезано, но почему-то здесь нету паддинга. Что такое паддинг? Паддинг это расстояние между шеллами, и по умолчанию оно всегда на 8 идет. Там в мармасете оно по умолчанию 8 печется. На развертке на 2К оно всегда 8 применяется. Оно выставляется здесь. По умолчанию у меня в ризме 16, да, можно поставить на 8. Тут марджин 4. Марджин всегда должен быть в 2 раза меньше, чем паддинг. Марджин это расстояние вот. А тут этой рамки, в которой пакуются все шеллы, между вообще рамкой тайла. Опять же таки, это нужно для того, чтобы у нас за тайл ничего не вылазило, и все было хорошо. Паддинг должен стоять на 8, это значит, что этот шелл должен находиться вот приблизительно на таком расстоянии. Вот так вот соединять между собой кусочки нельзя, потому что с одного будет на другой перепекаться, а оно будет смешиваться и получится, в общем, отвратительный результат. То есть так делать не нужно. Ну и то же самое с этим кольцом. Я уже понял, что вот это выравнивать как-то особо смысла нет, но давай попытаемся. Да и тем более, оно здесь не совсем имеет такую форму кольца, ну давай просто попробуем, что будет, если я его здесь бахну, просто раскомсаю его на такую часть. А, ну и здесь тоже, я думаю, не помешало бы сделать ему шов. Выделяю, нажимаю RC, и теперь это unwrap. Давай и выровняем как-то вот так вертикально, чтобы это все стояло. Так, ну и теперь это все дело нужно вывернуть. Нажимаю так, посмотрим на растяжки. Ну, блин, в принципе, это очень маленький объект, и здесь, хотя присутствуют какие-то, видно, как на этих суратианицах, во-первых, в Substance Painter этого не будет видно, он как-то это скомпенсирует. Во-вторых, это очень маленький объект, на который ты с такого расстояния, даже вот с первого лица, да, ты не увидишь отсюда какой-то дефект. Поэтому мы разрезаем вот это кольцо на два прямоугольничка и получаем более оптимизированную развертку. Что скажу насчет вот этого, вот эти вот все синие штуки, они должны быть серыми. Почему? Потому что синие, они наизнанку выворачиваются. Мы, когда будем накладывать текстуру, она у нас будет просто озеркалиться, такое нам не нужно. Поэтому я нажимаю Flip, вот эта кнопочка Flip, она их просто переворачивает на бок, и теперь они отображаются все ровно. Так, тут получается оверлап. Вот это, кстати, хорошо, что он заоверлапил вот эти части, но я думаю, что для объекта от первого лица, например, да, вот эти оверлап-части, они очень сильно будут палиться. Я бы, например, их через две, вот эту заоверлапил бы, да, вот этот кусочек, вот этот, они были бы одним оверлапом. Вот эти вот, другим оверлапом, ну, для того, чтобы было меньше палево, да, у нас, получается, что будет меньше свободного места на UV-пристанцию, но зато у нас будет текстура отображаться так, как нам. Я их тоже выворачиваю так, для того, чтобы нормально все это было, и вот это дело тоже Flip, чтобы оно хорошо отображалось. Теперь давай посмотрим, вообще, какой у нас текстиль получился, я применяю ко всему абсолютно этот текстиль, и давай запакуем его как-нибудь. Смотрим, текстиль 342, охренеть, ребята, мне бы такой текстиль, на самом деле, я был бы очень счастлив. 342 текстиль, это, я не знаю, блин, это даже больше, чем требуется для портфолио. Ну, хорошо, давай запакую так, как правильно. В общем, 340 текстиль, блин, нормально, в общем, все. А, ну, и вот эти вот части тоже нужно выпрямить в прямоугольник. Тем более, это пакует нормал, это даже не ультра, там, на 16. В общем, да, вот такая вот шняга получается. То есть, я буду так вот. И обязательно смотрим на клеточки. То есть, здесь, так как идет формула такая вот, я лучше никак не выпрямлять, потому что она будет нам тянуть. Вот так как она есть, так хай будет. Видно, что идет вот эти клеточки по и джу. В общем, тут все отлично развернулось. Так, переходим к проверке хайполь. Я, ребят, я просил, скидывайте мне не коллапшеного хайполь. Вот, как мне такое проверять? Никак. Поэтому, о каком разборе сетки для хайполь может идти речь, я не понимаю вообще. Поэтому, ребят, ее проверять я не буду. Максимум, что я могу сделать, это сопоставить ее... Ох ты, это флоттер у нас, да? Флоттер. Ну, я понял, хорошо. Я бы просто сопоставил бы это с лоу поле. На лоу поле я бы уменьшил эту часть, потому что она не должна быть такой. А вот такая лоу поле годится уже куда лучше, да? Когда она вот в хайпольке стоит и здесь снимок хайполь выпирает. То есть, вот это то, что нужно. А когда она друг на друге, ну, она запечется, да. Но, корректнее было бы, если бы мы взбекали, как я сейчас показал. То же самое я бы сделал и с этим лезвием. А, да, кстати, как я это делаю? Значит, смотри, я в режиме редактирования выделяю абсолютно все точки. Нажимаю Alt-S. И тяну просто вниз. Если я нажму просто S, он у меня будет скелеса вот так. А Alt-S у нас каждая точка будет по своим нормальным скелеса. В общем, вот так вот надо, чтобы оно все было. На цилиндричных формах вот такие должны быть. Не вот такие вот, блин, а вот такие вот. Тогда он у нас запечется более правильнее. Ну, и насчет этого флота расскажу то, что тут как-то он слишком мало пространства оставил здесь. И слишком много пространства оставил тут. Я понимаю, что эта часть не очень удобно скелеса, но я бы просто сделал бы это все вручную потягал бы. А тут он просто вот так вытянул его по Y, да, с вот такой вот какой-то формы. Ну, это не дело. Короче, ребят, запоминайте. И больше таких ошибок не делайте. А я перехожу к следующей модельке. Итак, в следующая моделька пришла такая граната. Это low-poly. Также есть high-poly. High-poly посмотрим потом. Насчет low-poly. Смотри, я скажу то, что low-poly, во-первых, должна находиться на плоскости. Она должна лежать на земле. И у нее все координаты, все ее пивоты, они должны быть в координатах нулевых. Вот, чтобы она в нуле все была. Давай начну с этого большого объекта. Так, ну тут нормально, да. Главное, вот что я хочу сказать. Я сейчас буду оценивать модель для портфолио, а потом для игры. Хотя в основном для портфолио выкладывают модельки, сделанные под игры, да. Типа, вот смотри, я сделал работу, выложил в портфолио. Вот такая вот моделька у меня будет в игре, например, да, для игры. Поэтому сетка должна быть приближенная к больше игровым реалиям. Поэтому все-таки упор идет на это. Поэтому, чтобы я тут подправил, смотри. Здесь из-за того, что эта граната будет, например, если от первого лица, да, беру самый жесткий критерий, от первого лица, там где у нас больше геометрии всего, да. Граната будет вот на таком расстоянии, да, вот так вот держаться. Вот так вот. Тут типа рука левая, тут правая, и вот она в правой руке. Вот это дно, его просто не будет видно. Ну, ты его никак не увидишь. Разве что там какая-то крутилка есть игровая, ты вот так можешь ее покрутить и так далее. Но даже если в таком случае тут слишком много геометрии навалил человек, да. Значит, здесь, во-первых, что я сделаю, это я бы удалил вот этот edge. Потому что, во-первых, лишние 96 полигонов нам вообще не нужны. Мы должны от них избавиться. Эта форма очень маленькая, тем более она находится снизу на дне. И смотреть тут особенно нечего, и тут модели тоже не нужно. Ну и шарп отсюда бы я тоже убрал. Что я сделал бы дальше? Я бы выбрал их через один и коллапснул бы разочек, вот так вот влепил бы коллапсом, да. То же самое я бы сделал и здесь. Мне не нравятся эти шарпы, я сейчас их отсюда поубираю. Сброшу сюда clear, auto smooth, 70. Нет, ну это я что-то переборщил. По вот этим вот полигонам, ну, хорошо. Он правильно все сделал, он не свелся в одну точку. Дальше, что бы я сделал, это заколлапсил бы через один. Я бы вот так вот взял и заколлапсил. Это все дело. Почему? Зачем это делается? Во-первых, для того, чтобы оптимизировать геометрию. А во-вторых, это никак не повлияет на нашу запечку. Если мы будем запекать с хай-поли на лоу-поли, вот эта штука, она и так хорошо запечется. Поэтому оставлять здесь такое большое количество полигонов я просто не вижу смысла. Да и делать гранату на 32 сечения тоже довольно много, но это уже по вкусу. Например, там, да, человек реально захотел ее сделать там для портфолио, поэтому окей. Хартаки будет. Но вот такие штуки, которые у нас идут вхлубь, и ты никак не увидишь их полигонаж, с какой бы ты стороны ни смотрел. Например, наружная часть, да, я вижу, что вот полигон идет. А здесь я его не вижу, потому что он у меня нормально запечется, понимаешь, в чем прикол. Поэтому я тут могу делать все, что хочешь. Я тут просто в два раза сократил полигонов, то же самое сделал тут. А почему я сделал тут то же самое? Потому что эта деталька в два раза меньше вот эта. И оставлять из такой же сечения, как тут, тоже нет смысла. Поэтому тут его нужно тоже убрать. Все, я это все дело коллапшу. И получается вот такая вот форма. Я не вижу смысла оставлять здесь, ну, делать это отдельными кусками. Тем более здесь сшивать я вообще не вижу никакого смысла. Здесь я просто убираю эти фейсы, их не будет видно все равно. И тут дело то же самое. А, тут они уже убраны. Вот видишь, тут ты убрал, а с той формы ты их не убрал. Почему, не знаю. Ну, это все дело нужно тебе склеить, сшить. В общем, это нужно сделать все одним мешем. И чтобы тут у тебя не было, значит, какого-то эйджа. Просто вот один цилиндр. Может быть, ты это хотел сделать, например, для того, чтобы хорошо покрасить, потекстурить. Но это все дело можно на ID-карте выделить. И нормально ты покрасишь, не в ущерб оптимизации геометрии. Значит, вот эта фигня. Не знаю почему, ты решил ее сделать как-то цилиндр в цилиндре, что ли. Не совсем понимаю тебя. Да, это цилиндр в цилиндре. А, это типа толщина здесь. Ну, смотри, во-первых, я не вижу смысла делать тут такую дырку. Это дело, смотри, это можно все свести в одну точку. Сейчас покажу, как это все должно выглядеть. Ну да, где-то здесь это все сводится вот так вот в одну точку. Ну, это прям самый радикальный способ. Вот, просто самый такой легкий, да, вариант это вот так вот сделать. И тут потом это все дело треангулировать с убором этих аджей. А самый лучший вариант это руками вот так вот поделать эти точки. И вот эта вот часть, она вообще, блин, тут не нужна, я не знаю. Вот это вот все дело нужно отсюда поудалять. Оно тут лишнее просто. А насчет вот этих дырок, я бы их не вымоделивал бы. Я бы тут просто их бы закрыл бы. И вымоделивать вот эти дырки не имеет никакого смысла, потому что они закрыты. Вот видишь, тут просто можно на текстурах бахнуть в какую-то черную точку и все. Тем более, никто не будет добираться так близко, чтобы рассмотреть эту штуку. Вот, ну и это все дело в одну точку свести. Тут, понятно, дело вот эти вот фейсы, сейчас я это все. Вот так вот так это все убирается. А здесь это все вот так вот закрывается. Вот эти вот аджи, они тут просто уже не нужны, понимаешь? И ты сэкономил много пространства себе. Ну, с этой дыркой то же самое. Теперь смотри, что насчет вот этого. Тут у нас сколько сечений. Тут у нас 16 сечений. То же самое, ну так как я там про оптимайсел, то же самое нужно сделать и тут. Тут 32 нужно, опять же таки, это все коллапснуть через один. А здесь изнутри нужно еще сильнее это все коллапснуть. То есть тут должно быть не 16, там, например, а 10, да? Так вот это коллапсится и еще сильнее коллапсится. Можно, можно. Но, в принципе, и так нормально будет. Значит, очень много геометрии ты потратил на такую мелкую детальку. То есть она в два раза меньше, чем эта штука. А полигонажа на ней столько же наброшена на цилиндрической форме. Что касается вот этой вот штучки, на лоу-поле, ну, я не знаю. Я бы, если делал такую штуку, я бы бахнул бы просто сюда вот так пленом одним. Просто плашка такая. Даже сейчас покажу. Создал бы здесь какой-то плен, да. Вот так вот бы как-то сделал. Почему? Потому что на текстурах мы можем запечь сюда альфу, и у нас запечется с хайпольки на вот эту плашечку вот этот усик, да. Она просто сюда запечется, и мы не будем тратить большое количество геометрии. Ну, вот эта вот штука вообще тут лишняя. А это мы просто соптимизируем нашу модельку. А здесь бы, да, здесь бы я уже отбил бы геометрию. Просто она бы заходила бы в этот цилиндр. Смотри, она бы вот так вот зашла. И тут бы не было, если что, дырки, да. Она просто бы зашла, это был бы черный на текстурах. Вот. Ну, короче, как-то бы вот так вот она заходила бы. Все. И сразу бы обрезалась. А тут просто плен такой стоит. Так, ну, теперь это кольцо. Вот эти колечки, они, конечно, очень прикольные. Но на них очень много уходит геометрия. Это видно. Соединяешь вот эти вот точки. Или даже можно вот эти вот соединить. Да, вот эти самые верхние. Ну, это я сейчас делаю грязно. Там геометрия остается лишней, конечно. Ну, в общем, я бы как-то так сделал. Чтобы оно все одним вот так вот шло. И запечется нормально, и все хорошо. Только главное на хайполе, чтобы тут не было щели. Просто, чтобы они были вот так вот впритык. Вот так вот. Друг к другу. Вот. Ну, это что насчет колечка. Теперь вот эта вот запчасть, она самая последняя, да, идет. Ну, к ней, я думаю, будет меньше всего вопросов. Я разве что скажу, что здесь, смотрите, сколько этих. Тут 32 эджа. Эта форма, ну, где-то раз 5 меньше, чем вот эта большая. Поэтому на нее я бы потратил 16 эджей. Два раза меньше. Слишком детализированное отверстие для вот такой вот большой штуки. То есть мы всегда отталкиваемся от большого объекта. У нас есть большой солидер. И вот все, что меньше него, должно иметь меньше сечений. Это нужно запомнить. Тут здесь просто меньше сечений. И тут еще, там, раз в 10, да, тут, например, 8 вообще сечений сделать. Цилиндр в 8 сечений. Тут то же самое. Вот эту вот часть, я бы ее просто отсюда бы фейсами вот так вот поудалял. Сейчас включу фейсфринтейшу. Да, я бы просто вот так вот фейсами удалил бы отсюда. И ее-то видно. Но это все дело можно вот так вот как-нибудь приплюснуть сюда. И как это стянуть вот эту вот всю часть в эту сторону. Просто, чтобы закрыть дырочку. Никто не поймет, там, может быть, там, на референсах она как-то там реально отсоединена. Но ты просто сделай вот так вот. Все. И кто там еще догадается, что тут нет дырочки? Никто даже не смотреть туда не будет. Здесь идет плоскость. А ты на плоскости оставил вот такие вот ЭДЖИ, которые надо по-хорошему просто коллапсить. Я убрал отсюда в один ЭДЖ. А вот этот еще бы сюда бы убрал. Вот этот бы сюда убрал. Форма никак не поменялась. Геометрия стала чище. Насколько? На 6 полигонов, да. И это только с одной стороны. И что насчет этой штуки? Я тоже думаю, что тут довольно много сечений, да. 9. Ну, окей. Например, 8 сечений, да. Я бы сделал где-то 6 сечений. Ну, слишком вот так вот через одно убрал бы, да, например. Вот что если я уберу через одно? Вот я убираю через одно. Ну, форма не меняется вообще абсолютно. Ну, и теперь смотри. Вот эта часть. Ну, окей. Можно так и оставить. Но если ты хочешь прям сильно упороться, да, ты можешь еще сильнее это все дело прооптимизировать. Вот так вот бы как-то свести. Тут, понятное дело, вот так вот как-то это все сделать. Оп. 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 Ну, и с этой стороны тоже получается. Ну, это прям уже сильно идет перебор. Ну, в общем, просто можно вот так вот их оптимизировать. Но сейчас то, что я сделал, это не касается этой модельки. Там и так нормально все было. Тут тоже, видишь, через один убираешь. Вот это на плоскости edge, ты его убираешь. То же самое с этим. Добавляешь тут еще один. Этот идет сюда. Этот идет сюда. Выделяешь вот эти вот edge. Держи. Делаешь tools. Relax. Все. Ты прооптимизировал эту всю часть. Она стала чище. Ну, и да, по финалу, когда ты применяешь mirror, если, конечно, это не overlap, да, если ты просто mirror сделал, вот эта вся часть, она должна удалиться, чтобы тут не было никакого этого. Ну, и что насчет вот этой верхушки, да? Ё-моё, нет. Это уже никуда не идет, смотри. Это нам не нужно. Тут это все дело, вообще его не должно быть. Это должно быть прямой, прямой точкой. Ну, и тут, понятное дело, что они все убираются. Тут не нужно как-то ее сглаживать, да. Это вообще, она очень маленькая деталька. Тут не нужны никакие сглаживания. Тут мало того, что тут должно быть не 16, ой, не 32, а 16 сечения. Так, тем более, еще здесь вообще не должно быть никаких фасок. То же самое касается этого. И тут есть support edge. Я не знаю, зачем он тут проброшенный. Он тут не нужен, он здесь лишний. Вот это вот все дело, оно тут не нужно вообще. И получается так, этот face я удаляю отсюда. Просто его закрою как-то так. Просто вот видишь, здесь мало того, что тут у тебя сечения идут, нужно от них избавиться. И вот так вот оно все в одну точку коллапснется. Например, тут будет одна точка у тебя, да. Вот так вот оно все должно выглядеть. Довольно просто. Не нужно как-то там удумывать, то есть добавлять какие-то точки на плоскостях. Они не влияют на форму. Ну, и здесь изнутри, да. То есть, это тоже надо все так вверх. Это ты поднимаешь вверх, а вот это дело просто удаляешь. Все. Это все и правки, что касательно... Ну, в основном, да, из-за того, что тут много лишней геометрии. И теперь давай посмотрим развертку. Для этого я заново эту модельку импортирую. Давай гляну развертку, коль такова имеется. В Ризуме сейчас ее чекнем. Так, смотри, открываем. Давай я сразу включу чек, для того, чтобы было понятнее. На PageUp, PageDown я меняю разрешение, да, размеры. Потому что у меня куча вопросов, как ты это делаешь. Вот вам и ответ. Так, смотри, первое, что я скажу. Я вижу, что здесь Textile Density, вот этих вот деталек, он разный. И вот это вот все дело, оно не должно быть таким. Тут либо Textile Density должен везде быть одинаковым, либо он должен быть везде одинаковым, кроме каких-то деталей, которые не будут нам видны. Смотри. Эта рукоятка, она должна иметь, ну, она по размеру, да, она относительно к этому большому цилиндру, она должна иметь такой же Textile. Из этого цилиндра 54 я беру пипеточкой Textile Density, выделяю все слои и применяю Textile Density на все. Теперь я это все дело пакую. И теперь у меня правильно идет соотношение квадратиков. Тут квадратиков столько же, как и тут текстура будет везде смотреться одинаково. Не будет такого, что где-то она более пиксельная, где-то менее пиксельная. То есть это правильно вот так вот делать. Смотри, что дальше? Здесь вот эти вот все дуги нужно выпрямлять в прямоугольник. Это важно. Зачем? Для того, чтобы у тебя, во-первых, тут идет лесенка, и она будет плохо запекаться. Во-вторых, для оптимизации пространства. Вот это дело, да, я вижу, ты тут сделал разрез, но если эта штука не прямая, то этот разрез бесполезный. Ее нужно выпрямлять. То же самое здесь, то же самое здесь, вот тут. Вот эти все штуки надо выпрямлять в прямоугольники. Вот таких вот всех штук не нужно быть. Даже вот эту дугу. А вот эту штуку, да, штуку, колечко, вот этот вот, круг, кружочек, его нужно... Ну, пускай он тут даже и не нужен, этот круг, да, на геометрии, но вот если просто говорим про развертку, всегда такие штуки, если ты делаешь вот такие вот линии, тебе нужно их выравнивать по вертикали, для того, чтобы квадратики лежали хорошо, и ты мог нормально текстурить. Потому что в Substance тебе придется крутить эту развертку, чтобы нормально добавить сюда, например, текст, да, если это часы, тебе нужно добавить сюда цифры 1, 2, 3, 4, 5. Вместо того, чтобы вот так вот поворачивать, добавлять цифры, ты просто ее на этапе развертки выравниваешь, так, выпрямляешь, горизонтально или вертикально, не важно. И на этапе текстурирования тебе остается просто добавить сюда какие-то мелочи. Тебе не нужно будет это все крутить. Вот эти шеллы, это все нужно повыравнивать, поэтому... Давай сейчас глянем даже, да, мне интересно, сколько мне получится прооптимизировать пространство. Вот эти вот прямоугольники, их надо повыравнивать все абсолютно. Вот это все дело выровняем, вот это. Пакуем, беру вот сюда текстиль, 123 текстиль. Ну, давай везде его применю. Был 54, стал 116. Ты текстуру... Ну, я сейчас текстуру, качество текстуры увеличил в два раза. Если... Ну, да, даже больше, чем в два раза. И то я еще не везде нормально это все развернул. Желаю тебе удачи в этой, так сказать, в этом этапе, да. А я пойду смотреть твое хайполе. Итак, я заимпортировал сюда хайполе. Давай гряну ее сеточку. Ага, я вижу, что тут уже есть какие-то саппорта. Тут это все дело... Ну, понятное дело, да, то, что здесь... На лоуполе тут есть саппорта, на хайполе тут нет саппортов. Кстати, вот это дело, это не чамфер. Это не саппорт, это просто чамфер, который тоже нужно саппортить. Вижу здесь какие-то лупы проброшенные. Они не так пробрасываются. Смотри, как это нужно делать. Вместо вот этой картины ты должен пробросить как-то так лупы. Это я сейчас делаю для какой-то тоненькой фасочки. А то, что они у тебя по центру, они у тебя никак формы не влияют, они тебе не нужны. То есть их нужно, эти лупы, подбрасывать к геометрии, которая имеет какой-то угол, да. Вот тут идет заворот, нужно подбросить луп. Ну давай я сейчас посмотрю, как оно все выглядит без этого всего. Набрасываю сейчас сюда двойной саппдил. И давай я гляну сеточку. То есть смотри, видишь, какая проблема? У тебя из-за того, что здесь нету саппорта, у тебя вот эта фаска. Ну как, у тебя, да, у тебя тут нет саппорта, у тебя просто тут чамфер идет. У тебя вот этот нижний эдж, он у тебя плывет вниз. И получается, что тут расстояние меньше, чем здесь. Такого не должно быть. Как это исправить? Тебе нужно добавить вот такой вот саппорт, видишь? Тут расстояние. И тут такое же должно быть. И дальше отсюда такое расстояние. Добавляем еще один на похожем расстоянии. И теперь, когда я применяю сапдивижн, у меня здесь одинаковое расстояние, да? Поэтому у меня уже никуда ничего не плывет. То есть я добавил саппорт и саппорт для саппорта. Ну вот так вот это у нас в простонародье называется. Это все дело вот так вот и работает. А вот эти саппорта, видишь, они тебе никак на форму не влияют. Они тут просто лишние. Это лишняя геометрия. Хотя на хайполе можно любую добавлять. Но все-таки эта геометрия лишняя. Она просто бесполезная здесь. Ну и тут тоже, да, какой-то добавить там, например, вот так вот бахнет. Чтоб тут тоже оно что-то из себя представляло. Давай я гляну, что здесь у нас сверху находится. Ну, я говорю, история повторяется. Тут нужно сделать вот такие вот саппорта. А тут добавить, вот так вот пробросить. Здесь бахнуть. И уже картина будет в маслянисти отображаться. Вот. И давай реально теперь вот эту. Тут я понял, ты решил схалтурить. Но так лучше не делать. А лучше добавить. Ага, тут у тебя еще получается какой-то ингон есть или что? У меня тут не пробрасывается луп. Скорее всего есть какой-то ингончик. Не знаю. Не пробрасывается у меня тут ничего. Ну, в общем, что бы я сделал? Я бы здесь, опять же-таки, добавил бы какой-то стаппорт. Это я сейчас его криво-косо делаю. Мне надо просто его показать. Для того, чтобы он мне балансировал это все дело. Вот так вот, да? Чтобы эта фаска далеко не уезжала. Чтобы они были на месте. Ну и снизу тоже как-то сделать. Вот такие вот дела. А что насчет этой дырочки, да? Она тут неправильно сделана. Ты-то ее смоделил, да? Но ты забыл ей сделать вспомогательную фасочку, да? Давай сейчас покажу, как это все устроено. Ну, во-первых, на хай-поле не нужно шарпы делать. Это бесполезно. Тут из-за того, что, тем более, у тебя еще треугольники идут. У тебя некорректно-то брошается. Тут нужно добавить саппорт. Поэтому я делаю бевл. Ты мать, что это такое? Ё-моё. Итак, тут нужно сделать саппорт. Но в процессе я увидел, что тут еще есть вот такой вот edge. Вообще, ну и непонятно, зачем он тут нужен. Значит, это не дело, как говорится, да? Это все дело нужно отсюда убирать. Вот так вот это все ударяется. Значит, смотри. Тут мы должны добавить бевл. Я shape в единицу, чтобы форма никак не менялась. И вот эта штука должна у меня быть кругленькой. Для того, чтобы она нормально тянулась у меня. Loop tool. Сделаю circle. И все. И смотри. Теперь я его увеличиваю. Добавляю тут еще один. Опять же, тут из-за того, что геометрия... Как-то она тут поехала. Не совсем понятная тут. А, у тебя тут face еще в середине. Ну, в общем, да. Над геометрией надо поработать. Face в середине не должно быть вообще. Поэтому это все дело, да. Ну, в общем, смысл, суть понятна, да. Вот это все дело нужно добавить к нему support. И что мы получаем? У нас есть support support. И при subdivision у нас плывет support support, а который нормальный, вспомогательный edge. Он уже эту форму подтягивает, не дает ей куда-то съехать. То есть, посмотрим сюда. Ну, тут я, конечно, уже покорявил. Но, в общем, тут он поехал сильно. А тут, вон, видишь, какая кругленькая форма. Поэтому так вот надо это все дело делать. У тебя тут неправильные просто фаски. Неправильные у тебя саппорта. Это все дело нужно менять. Так саппорта не строится. Посмотри видео там по топологии high-poly модели. Так никто не делает. Это неправильно. Так нельзя. Вот как я сделал. Такие большие, да, фасочки. Это правильно. Если я... И то она еще маленькая. То есть, тут нужно ее еще сильнее раздвинуть, да. Отсюда бы вообще поубирать. И она такая становится более плавная. Она лучше запечется. Но, опять же таки, я здесь сильно переборщил. Она начинает мне этот треугольник тянуть. В общем, да. Вот эти вот все моменты нужно поразобрать. А я перехожу к следующей детальке. Тут смотри. Тут что я вижу, это вот такой вот тихий ужас. Здесь на фаске есть треугольник. Его нужно схлопнуть. И вот эта часть. Я понимаю, что ты хотел взять саппорт, но это не саппорт. Так они и не строятся. В общем, тут тоже нужно над саппортом поработать. И тут очень-очень тонкая... Сейчас так вот сделаю. Тут очень тонкая штука металлическая. Я бы... Даже если это не в реф, да. Но это 3D-графика. Тут нужно сделать... Отходить от рефа, да. Можно отходить как-то на шага два вперед, да. Как-то делать по-своему. Просто сделать ей толщины побольше. Потому что такая толщина, она... Какой смысл от такой хай-поли, которая выглядит как лоу-поли, если мы ее отдаляем. Поэтому это нужно все дело править. Ну, с вот этой штукой все понятно. Я сейчас просто шейд смуз. Нормально выглядит. Как обычно, эта скоба вообще нормальная. Я даже не буду сетку смотреть, как хорошо выглядит. Здесь тоже делаю шейд смуз. Тут неправильные, опять же таки, саппорта. Но оно смотрится сносно, довольно сносно. Я просто сделал бы тут пожирнее бы эту фасочку. Ну, ребят, в принципе, все. Я думаю, на сегодня хватит. И так уже засиделся. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И кто хочет продолжение этой рубрики, скидывайте мне на почту, которая будет написана в описании своей работы. Условия также вы найдете в описании. Все. Жду вашей работы. Жду ваших лайков. Если будет много активности под этим видео, то это будет звоночком того, что вам сошла эта рубрика. Я буду продолжать. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был Багалюк. Всем удачи и всем пока. Короче, остановить запись, бля. Ё-моё.